Ну что же, начнем, пожалуй, нашу серию. Мы старые друзья Ирина Рувинская и Александр Кучерский познакомились очень давно. Почти 30 лет назад, когда мы были молодыми. И это было. Мы будем говорить о проблемах гуманитарного образования, потому что это интересует нас обоих, меня, потому что я учитель. Я выпускник Харьковского университета в свое время, в 1973 году, преподавал в школе в Харькове. Теперь мы живем в Израиле. И преподавал я в здешних школах, частные уроки давал. В предыдущем ролике вы могли видеть мой урок. А Ирина, она, Ирина просто поэт. Ну, ты забыл сказать, что ты еще не только учитель, но еще и писатель. Такая деталь. Хорошо. Это люди увидят на нашем сайте, я надеюсь, им тогда будет, может быть, интересно об этом узнать. Ну, мы будем говорить о проблемах гуманитарного образования, которая нас волнует. Потому что то, что мы видим вокруг себя, говорит о каком-то, на мой взгляд, разрыве вообще связи. Да, конечно. Разрыв связи есть, и кризис тоже налицо. Мы это чувствуем. Чувствуем еще и потому, что у нас есть довольно маленькие дети. Вот. И это, в общем, все очень ощутимо. Ну, мои дети не такие уж маленькие. У меня есть старший сын, который живет в другой стране, уже взрослый. И есть внуки. У тебя еще внуков нет. Но у меня есть сын, которому 13 лет. А твоему сыну? А твоему сыну почти 15. А его разница между ними невелика. Возрастная разница. Возрастная. Именно возрастная. Но они очень разные ребята. Очень разные ребята. Мой читает. Мы читаем с ним по-русски. Но это уже частный вопрос, о котором мы, конечно же, будем говорить. Это нас все живо интересует. Я хочу сказать о том, что затея наша не случайна. И, я думаю, очень серьезна. Потому что мы переживаем сейчас системный кризис. Человечество переживает системный кризис. И он далеко не только энергетический. Да. И гуманитарный тоже, конечно. Он гуманитарный тоже. И я даже думаю, что гуманитарный кризис, ну, если не таков же по серьезности, то, по крайней мере, сопоставим с энергетическим. Потому что то, что люди не знают истории, молодежь не знает истории в школах, историю преподают безобразно. Не знают они ничего. Должен сказать, что мой младший сын, практически все познания исторические, исторические свои черпает из нашего общения. Мы вот читаем «Войну и мир», оттуда он кое-что узнает об истории. Сегодня мы, он начал читать Швейка, Гашика, и сегодня он узнал от меня кое-что о Первой мировой войне. А то бы и не знал. Я думаю, что мой понятие обо всем этом или не имеет вообще, или они самые расплывчатые. Не говоря уже потом о том, что он совершенно не знает географии. Когда я попробовала узнать у него, какие есть континенты, он назвал пять, шестым назвал Японию. Тут даже не знаешь. Мне как-то даже не смешно. Может быть, не смешно, прежде всего, потому что я учитель. Я уже все это, ко всему этому притерся. Меня это как... Какое там смешно. По-моему, это все очень грустно. И когда мы ехали сюда, мы думали, что, так сказать, мы получим качественно лучшее образование. Но оказалось, что не так. Я думаю, что и в России сейчас качество образования совсем другое. По крайней мере, то, что мы узнаем и слышим и читаем в письмах оттуда, оно говорит именно об этом. Вот я как раз хотел попросить наших слушателей и зрителей, чтобы они, если им покажется интересной наша тема, и они захотят включиться в этот разговор, присылали бы нам ролики со своими выступлениями. Это было бы здорово. Потому что должны звучать разные голоса. Вовсе не обязательно, что с нами будут согласны все. Это будет как раз интересно, если будут не согласны. Как раз возникнет такой вот интересный полилог. Как сказать, полилог. Я, например, совершенно не уверен, что все родители, живущие в диаспоре, так уж заинтересованы в сохранении русского языка. Вот не уверен. Вот я думаю, что как раз ты не прав. Потому что, насколько я могу судить, и родители, а главным образом бабушки и дедушки очень хотят, чтобы дети сохранили язык, потому что для них, понятное дело, это единственный способ общаться с внуками. Не будет русского языка. Язык, будь то иврит, или язык той страны, куда люди переехали, он для них, в общем-то, остается закрытой книгой в сущности почти всегда. Бабушки и дедушки. А папы и мамы молодые? Ну, молодые, может быть, совсем молодые папы и мамы. Вот я на днях был в одном очень приятном обществе. Там была молодая женщина, 30 с небольшим лет, которая родилась-то где-то в Москве, наверное. Но активная часть жизни проходит у нее здесь, здесь дети родились. Она говорит по-русски, но ей предпочтительнее говорить на иврите. Дети не говорят по-русски совсем. Ну, это как раз жалко. И что? Кому мы адресуемся? Вот к этой молодой женщине, она, собственно говоря, не такая уж сторонница русского языка. Нет, мы, конечно, адресуемся, разумеется, не к ней, а к тем, кто именно хочет, чтобы дети сохранили не только связь с русским языком, но и шире с русской культурой и со всем, что в нее входит. Потому что нельзя даже... Вот я хочу прочесть. Что это дает. Да, да, ты совершенно права. Тут как раз прямо по ходу дела мне прислал коротенькое письмо мой канадский товарищ, Алексей Кульчицкий, он биолог, очень хороший, продвинутый биолог. Вот что он пишет. Большая проблема сохранения родного языка в диаспоре. Было бы любопытно, как это принято на радио и телевидении провести... А, извините, вот что он пишет. Сохранение языкового и вообще культурного разнообразия, пожалуй, приближается по своей значимости в эпоху глобализации и нивелировки к консервации биоразнообразия. Энтузиасты делают важное и благородное дело. Жаль, что в самой России эта проблема сейчас не менее остра, нежели в диаспорах. Вот, кстати, к вопросу об этом. Когда в Израиль приезжал главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, он сказал о том, что тиражи больших, крупных русских журналов, литературных, сейчас уже, в общем-то, приблизились к тиражу Иерусалимского журнала, кстати, постоянным автором которого я являюсь. То есть это где-то две тысячи, три тысячи, а ведь это были десятки тысяч. Это, конечно, говорит о многом, и это, конечно, печально. Нет, это просто драматично все, потому что если нет читателей, я не знаю, для кого я пишу. Ну, пишем мы в первую очередь для самих себя, это ясно. Но, тем не менее, все-таки не печататься и не иметь связи. Мандельштам просил читателя, советчика, врача, но он сидел в ссылке в этом самом Воронеже твоем. Да, я училась в Воронеже. Да, Ирина училась. В Воронежском университете, да. Ну, а ты учился в Харьковском. А я в Харьковском. Ира, мы плохо представимся нашим новым друзьям, если ты не почитаешь стихи немедленно. Потому что тема наша, тема наша, это прямо вот те стихи, которые ты сегодня совершенно случайно прихватил. Да, совершенно случайно прихватил, но неужели ты думал, что это, как говорят в Израиле, релевантно. Очень часто слово здесь упрекать. Стихи всегда релевантны. О, вот, кстати, о стихах. Я выпустил два учебника. Вот в первом я разрабатывал там разные основные положения. Я вот, например, про поэзию написал. Поэзия пишу я там, это стихи. Дальше я пишу, стихи нужны всем. Вы знаете, я, Ира, я на этом стою. Я абсолютно убежден, что стихи нужны всем. Всем нужна музыка, всем нужен Шопен, всем нужен Бетхоин. Но не все об этом знают. Не все об этом знают. Вот я, кстати, чуть не забыл вам рассказать такую байку. Наверное, вы можете сами от себя дополнить нечто подобное. У меня был такой замечательный эпизод. Был у меня ученик 14-летний. И мы заговорили почему-то о Бетховене. Я усомнился, знает ли он кто это. Он говорит, да, конечно, знаю. О, мне стало интересно. Я говорю, так, кто же это он? Бетховен? Собака? Я не успел обидеться, так как догадался, что этот простодушный парень, простодушный неплохой парень, не смеется надо мной, а говорит, что знает. А он знает определенно, что Бетховен это собака. Это такая собака, ее зовут Бетховен. Бетховен. В каком-то фильме, по-моему. Я не знаю, я сам не видел этого фильма, но все это, мне кажется, меня это потрясло. Я думаю, что мой сын тоже мог бы, наверное, что-нибудь подобное сказать. Я, кстати, должна сказать, что я чувствую определенную вину перед ним, потому что я ему, в общем-то, меньше дала, чем дочке, которая все-таки достаточно неплохо говорит по-русски, по-моему, достаточно свободно. Вот и вряд ли можно ее уж сразу прямо так отличить от людей, живущих в России. Но я бы отличил. Ну, ты бы отличил. Хотя я и не живу. Да. Но тем не менее, он-то говорит, конечно, с большим акцентом, очень много вставляет еврейских слов. И, кроме того, самое печальное, почти не читает. Она-то читает, но, к сожалению, по-русски не читает. Вот. Или очень мало. Но она зато пишет стихи на иврите. Вот. А он, к сожалению, кроме компьютера не знает ничего и не хочет знать. Компьютер ему заменил все. Вот. Вот я... Ну, ты думаешь, что это как бы уместно? Ну, хорошо. Убежден в этом. Ладно. Ну, я прочту три стихотворения сыну. Они сейчас отправлены в Иерусалимский журнал. И, надеюсь, как и почти все мои стихи там появятся. Ну, это такой маленький триптих. Ну, вот тебе уже публикация. Да. Сыну. А у тебя не было новой белой кроватки, новой желтой собачки, новой красной лошадки, молодой веселой мамы, молодого доброго папы, бабушки никакой. Ах, если была бы. Спасибо, что встал сам. Поел сам. Что на пороге сказал. Не болей, мам. Вынужденный маленький перерыв. Второе. Да. Второе. Спасибо, что вспомнил сам. Что позвонил. Я у друзей, мам. Я у друзей, мам. И третье. Смотрю и своим не верю глазам. Мам. 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 Мы об этих вещах будем еще говорить. Тут ведь огромное поле. Можно говорить и о том, как вообще дело-то поправлять. Что делать можно в этом плане? Ну вот будем говорить. Может быть нам напишут, может быть нам пришлют. Пришлют. Пришлют, конечно. Мы как раз очень надеемся, что вы отреагируете на наше выступление. Будете присылать нам видеозаписи, мейлы. Мы, конечно, зачитаем самые интересные. Конечно, будем читать. Посетите наш сайт Достояние.ком. А можно просто издательство Достояние Иерусалим открыть, и вы там все увидите. Да, в том числе и рассказы Александра, которые я лично очень люблю. Ну, спасибо. Ну что, до встречи. Будьте здоровы. Всего доброго.